Китеса Китеса Израильтяне соорудили себе идолы из золота И поклоняются ему В том числе через пьянство и половые оргии Далее вы знаете Божий гнев, гибель трех тысяч И только мужчины из колена Левии Могли служить дальше при Скини И только из них брали левитов И из них брали священников Мои комментарии к этим событиям Опять же То, что видно Первое Бог гневается, когда верующие сказают его образ Бог нам говорит Я есть тот, это имя его обозначает Я есть тот, кто я есть Нам открыто, кто он есть Понимаете? А нам открыто Читайте и вы видите Да, Бог любящий Он справедливый Значит, он жертвенный Да, он все делает для нас, для людей Но в то же время он есть и огонь поедающий И мы должны видеть и смотреть это И видеть его во всей полноте И понимать, что он святой Бог Он любит человека, но ненавидит грех Поэтому, когда люди делают такие вот вещи Когда они поклоняются Творят себе идола из Бога Они же ведь не говорили Это какой-то другой Бог Другое имя ему дали Они говорят, это Иегова Это тот, кто вывел нас из Египта Вот он вот такой Он нам это позволяет делать Он говорит, эй, вы там Вы что, ребята? Вы неправильно понимаете, кто я есть Это первое Бог гневается, когда мы творим себе идола Второе Природа идолопоклонства многогранна Во времена апостолов она имела вид, например, гностицизма Помните, да? Гностики говорили Дух – это такое святое дело А тело – ничего святого Грешить можно сколько хочешь Не имеет никакого отношения к духу На спасение не влияет Неправда абсолютная Но это тоже идолопоклонство Они сделали себе такого Бога Какого считали Ну, как они считали правильным В наше время То же самое Учение о преуспевании Что это такое? Это Бог плодородия Бог богатства И так далее То есть учение о преуспевании Это тоже идол То есть делают из Бога Того, кем он не является на самом деле Да, он щедрый Бог Да, он любящий Он благословляющий Но он не только Бог процветания То есть он многогранный Бог Он личность многогранная Следующее В жизни долопоклонников Приходит обольщение и гибель В пустыне погибло Три тысячи физически В настоящее время Слава Богу Никто там мечом не берет И не губит людей Но мы понимаем Что люди гибнут духовно Вот если взять опять же Вернусь к тем самым учениям О процветании Где сейчас люди Вот смотрите Это учение пришло к нам в 90-е годы Да И где сейчас те тысячи людей Сотни тысяч может быть Которые вот Они исповедовали это учение Они разочаровались в Боге Они разочаровались в жизни Разочаровались в церкви Вот И где-то Где-то не есть Ну слава Богу Многие из них и здесь Вот В том числе и я Вот значит Ну значит Многих Многих и нету Следующее И последнее Идолкопоклонство Приводит к негативным последствиям Я разговаривал Вот буквально пару дней назад С одним из своих родственников Молодым парнем Он задает мне вопрос Скажите мне пожалуйста А вот я знал Что Бог мне сказал В моей жизни Сделать такой выбор Я его не сделал И я понимаю Что это неправильно Вот если я Ну возвращусь Покаюсь Он простит мне Ну он так говорил Простит Чтобы типа Не будет ли мне За это последствий Понимаете Не просто простит Я говорю Конечно простит Но последствия будут Так говорят еврейские мудрецы И я согласен Когда я смотрю на Жизнь Там патриарха Ну кого не возьмешь Последствия всегда Последствия от наших выборов будут Мы должны это всегда понимать Да Бог прощает Да у него есть всегда Для нашей жизни Вариант Б В Г У него есть много вариантов Написано праведник Семь раз упадет И семь раз покается Ну то что я понял Понимаете В том числе и сегодняшний Как бы Комментария Лучший вариант А Он Он самый лучший Вот смотрите У Бога Опять же Я так понимаю Я вижу это Из писания У Бога был план Чтобы Все первенцы Были Священниками Ну чтобы они Были левитами Священниками И служили при скине И тогда Смотрите Насколько классно было бы Когда бы они Приходили домой В каждую семью Правильно В каждой семье Был бы священник Представляете Насколько это круто Насколько это сильно Когда Эти приходят Юноши Молодые люди И они свидетельствуют О Божьей славе О служении О том как Бог Действует И так далее Но случился Идолопоклонство И вступил В вариант Б У Бога Всегда есть варианты Он никогда не оставляет Людей Ну сами понимаете Да Ну немножко по другому Тоже неплохо Но уже по другому Варианта Все таки лучше Друзья Будем всегда Все таки слушать Бога Чтобы Все таки лучше Варианта Благословения Аминь Следующий момент Ну собственно Вот то что Относится к Китеса Да Ну когда будешь Исчислять Там суть в чем Бог говорит Надо Ну когда будешь Исчислять народ Ну а надо Вообще-то Исчислять народ Потому что Ну надо понимать Сколько у тебя народа Чтобы как-то разбить их Там на Роды Там тысячи Там и так далее Начальников Ну положено То есть есть организация Надо значит Народ исчислять Так вот Когда будешь Исчислять Не по головам Их считай А делай это не прямо А косвенно Ну Богу не нравится Когда мы считаем прямо Ну прямо Это знаете Когда мы считаем прямо Вот например Там у нас Золотишко Там одна монетка Вторая Третья Круто Да там и так далее Ну например я говорю У каждого оно есть Да Вот Или когда Царь считает Как Давид Считал свой народ Пересчитал народ Полтора миллиона Круто Да я здесь их всех Размету Все окружающие народы А потом понял Боже Что я совершил Что-то я не то делаю Ну то есть Он не любит Когда мы Как-то вот Считаем И надеемся На то Что вот это мое Это наше Вот я вот Вот этим Я спасусь Богу не обязательно Полтора миллиона Он 300 человек взял И разогнал огромное войско Без всяких Понимаете Он Бог Вот Значит Поэтому Говорит Когда будешь исчислять Значит Исчисляй Там Каждый путь По серебренной монетке Значит Даст Да Значит И Эти Эти монетки Потом будешь Использовать Для скини В чем там оказалось Ну куда оно потом пошло Я как-то об этом говорил Да Из этих монет Значит Вылили Его переплавили Вылили Такие башмаки И вот скини Вот столбы скини Да Вот Они стояли на этих башмаках И это позволяло им Не грузнуть в песке Если бы столб стал в песке Он бы просто покосилось бы все А так оно стояло на таких Серебряных Тяжелых Ну видно Плоских Плоских башмаках Какие Так бы Мой комментарий На это дело Опосредованное исчисление Господь допускал И количественная составляющая народа Перетекала серебро А серебро использовалось для скини В данном случае Для самой не видной ее части Не видно было В этих башмаков Да Подножия досток На которых стояла стена скини Этим Бог как бы говорил Что для него Количество народа не важно Ибо ни воинством Ни силой Но духом Да Моим говорит Господь Саваоф Ну мы получаем победу По большому счету Я получил еще одно понимание Перед глазами Бога Вот этот вот Многочисленный народ Как кучка серебра Как-то когда они серебряные монетки Они собрали Да Народа миллионы А кучка она небольшая Ну не впечатляет Согласитесь И еще такой момент Прежде чем Эту кучку еще использовать Ее переплавить надо Ну смысл понимаете Образ да То есть если Серебряная монетка Такая грязненькая Она нас Ну каждую душу Она говорит о том Что это душа чья-то Да Так вот переплавить Переплавить еще надо Чтобы можно было Использовать эту душу Для Божьей славы Чтобы она хоть там Значит это Ну исполняла Функцию для Скини Друзья А скини Это место встречи Человека и Бога Скини Это место встречи Человека и Бога И мы можем служить Но только если мы будем Переплавлены Если мы не будем думать О себе свысока Да Если мы не будем Считать А сколько у нас там В церкви Там Семьсот Тысяча Да Если мы будем Силой Божией Сильны Вот С другой стороны Еще один момент Смотрите Такой вывод сделал Скини Скини Это место видимого Пребывания Бога На земле Она стояла На переплавленном серебре В виде опор Если взять аналогию Нового Завета Бритха Даша Церковь Это видимое Пребывание Бога На земле Она называется Столбом И основанием истины И стоит на людях Ну что же Церковь Она стоит на людях И не просто на людях Друзья Которые как серебро Переплавленные Помните Переплавленные Семь раз очищенные Вот Праведник Семь раз падает Семь раз Очистить нас Еще надо Чтобы вот Реально Церковь Она стояла Как бы на людях Мы понимаем Что основанием Является Бог И что Я не об этом Вы понимаете О чем я говорю Я говорю О практической О видимой части Церковь Она стоит на людях Итак Серебряный Монетки Башмаки Переплавленные И Церковь Это люди Переплавленные Очищенные О создании Скини Это вот Главное Что я хотел сказать Мне очень Как бы это понравилось Поэтому я здесь Прочитаю И немножко Забегу На следующий Комментарий Ну чтобы Мысль закончила Мне очень хотелось Сказать Простите уже Кто будет Комментировать Если что-то там Украду у вас Смотрите О создании И сказал Господь Моисею Говоря Смотри Я назначаю Именно Веселила Сына Уриева Сына Орова Исколена Иудина Я исполню Духом Божьим Мудростью Разумением Ведением И всяким Искусством Работать Из золота Серебра И меди С голубой Пурпурной Серленой Шерсти Искрученную Весона И так Назначил Двух Веселила И Оголиава В 36 Главе Уже Из следующего Раздела Торы Им надо было Чем-то работать Написано И приходили Все Которых Влекло К тому Сердце Которых Располагал Дух И приносили Приношение Господу Для устроения Скини Собрания И для всех Потребности Для всех Священных Одежды Приносили Мужья С женами И все По расположению Сердца Приносили Кольца Серги Перстни Привески Всякие Золотые Вещи Каждый Кто только Хотел Приносить Золото Господу И каждый У кого Была шерсть Голубого Пурпурного Черленого Цвета Весона И козья Шерсть Кожи Баранья Красной Кожи Синей Приносили И каждый Кто жертвовал Серебро Мудрые Сердцем Да будут Наши Сестры Такие Мудрые Сердцем Пряли Своими Руками И приносили Пряжу Голубую Пурпурную Червленого Цвета Весон И все Женщины Которых Влекло Сердце Умевшая Прязь Пряли Козью Шерсть Князья Приносили Камень Оникс И камни Вставные Для Ифода И наперстника Еще Дальше Так это Было У меня По-моему Из 35 А вот Этого Из 36 Да Это было Из 36 Это из В общем Где-то 35 А 36 Видно Перепутал И стали Работать Веселила Голиаф И все Мудрые Сердцем Все Мудрые Которые Приносили Веселив И Голиаф И все Мудрые Сердцем Которым Господь Дал Мудрость И разумение Чтобы уметь Сделать Всякую Работу Потребную Для Святилища Как Повелел Господь Что я хочу Сказать Друзья Что я здесь Увидел Смотрите Скиния Это место Встречи С Богом Да Скажите Мы можем Сказать Что община Это тоже Вискини Аминь Друзья Это тоже Место Встречи С Богом И здесь Дано В какой-то В определенной Степени Здесь дано Четвертая Глава В образах Четвертая Глава Послания Кефесянам Дана Образа Помните И он поставил Одних Теми 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 Потом В римлянам По моему Десятой главе Говорится О дарах И так далее И написано Потом В первой Коринфянам Говорится О дарах Святого Духа И написано Все это Дается Для созидания Все это Дается Для созидания То есть Я делаю Вывод такой В созидании Место Встречи Бога И людей То есть Общины Божьей Принимают Участие Абсолютно Все члены Божьего народа Божьей общины Аминь Понимаете О чем я говорю Вы смотрите Когда созидала Скиния Все принимали Не было ни одного Кто хоть что-нибудь Туда не принес Все туда Приносили И скиния Получилась такая Что слава Божья Она была До небес И Бог туда пришел И были чудеса И знамения Было много всего Смотрите Так вот Что я хочу сказать Какой я вывод делаю Для себя Для каждого из нас Неси в общину То что имеешь Золото любви Искренней Бриллианты улыбок Женщины Придите Пряжу взаимоотношений Мужчины Приносите серебро И мень взаимопомощи И тогда Община Божья Будет сиять Как и сияет Как и сияла Скиния В то время И она будет Свидетельствовать Окружающему миру Что с нами Бог Ну и Кстати Не забывайте Что мы строим Общину Общинское здание И нам нужно И реально Серебро И золото Вот И бриллиант Да благословит вас Бог Быть щедрыми Вот На всякое доброе дело Амин Каждый год мы говорим О целях последующего года И этот год Для общин Орхамашиах Бетель Двух общин Которые В сотрудничестве Не являются Исключением Для нас Следующий год Это Послание К евреям Одиннадцатая глава Первый стих Этот стих Все знают Где говорится О надежде Где говорится О вере Я хочу зачитать Вам его Вера же есть Осуществление Ожидаемого И уверенность В невидимом Ожидание Как долго Когда Это придет Мы не знаем Но мы уверены В том Что это придет И мы говорим О том Что еще невидимое Станет явным Здесь на земле И наши ожидания В нашей вере Они будут Приводить К большим переменам